Друзья, всем привет! С вами Артём, и в этом видео мы с вами поговорим о том, что же вам нужно сделать для того, чтобы получить визу при условии, что у вас вот здесь, в США, есть родственники. И неважно, где вы живёте – в России, в Москве, в Украине, в Киеве, Астана, Ташкент, Бишкек и так далее. Принцип везде один. При том, вот здесь, в Америке, у вас могут быть родственники, у которых уже есть гражданство, у которых есть вид на жительство грин-карта, либо кто в ожидании, допустим, получения грин-карты, будь то политическое убежище, будь то рабочая виза, студенческая, неважно. То есть много вариантов есть, главное, что здесь есть у вас родственники. И в действительности ситуация такая, что многие люди получают визы просто потому, что не знают специфики подачи. И действительно, когда люди подают и заполняют форму DS-160 и, допустим, указывают, я еду в гости, у меня там брат, сестра, родители, дети, и получают отказ. Да, допустим, я хочу приехать на месяц, у меня в Лос-Анджелесе или там в Нью-Йорке живет брат. И таких случаев очень много отказывают очень многим людям. Я сейчас объясню почему. Просто цель поездки и вообще специфика получения визы B1-B2, давайте мы сейчас возьмем вот так, B1-B2. Во многих посольствах США не дают гостевые визы под такие цели по одной простой причине. Они переживают, что вот именно с такой целью вы останетесь в США. То есть если у вас кто-то есть, то мало ли, вдруг у вас иммиграционные намерения. А вам необходимо доказать, что это не так. Поэтому при указании, смотрите, вот здесь я давайте возьму специально зеленый, да, и напишу, потолще возьмем сейчас, и напишу, гостевая цель. И нам нужно сделать так, что, так, сейчас момент, гостевая цель, забудьте про нее. Что нужно сделать для того, чтобы вам одобрили визу, и вы в итоге смогли без проблем прилететь в США? Вам нужно заявлять туристические цели. Это проверено десятками, сотнями подписчиков моего канала, которым я помогал лично. Из Украины, из России, из Казахстана, из Узбекистана, из Киргизии, из Беларуси. Друзья, смотрите. Если вы говорите, что вы едете к своим родственникам, то это цель гостевая. Гостевая, да, она нам не нужна. Вам же не нужен отказ. Если вы говорите, что вы едете путешествовать в США вместе со своими родными, ну, допустим, вы поедете, ну, скажем, там, из Вашингтона в Майами, например, да, и с вами поедут ваши родные, брат, сестра, родители, дети и так далее, то это уже будет туризм, это то, что нам нужно. И это то, под что дают визу. Казалось бы, это то же самое с точки зрения простого человека, но с точки зрения визу-офицера, в первом случае у вас намерения гостевые, а во втором случае у вас намерения туристические. Поэтому под гостевые вероятность получения отказа максимальная, а под туристические вероятность отказа минимальная. Поэтому все, что вам необходимо сделать при заполнении формы ДС-160, это указать именно свои туристические намерения, подтвердить их, и обязательно сказать, что по США вместе с вами поедут ваши родные и близкие, что вы будете путешествовать вместе, и тогда никаких проблем у вас не будет. Друзья, можете проверять эту систему, она работает, ее уже проверили, как я сказал, десятки и сотни подписчиков моего канала, и это видео я записал, просто до сих пор приходит множество вопросов по этому направлению, и я вижу, что многие люди получают отказы, просто не зная вот этой простой специфики. Теперь у вас есть эта информация, теперь вы вооружены, а значит вы сможете без проблем получить визу. Если вам необходимо перестраховаться, помочь с проверкой анкеты, и помочь с подготовкой к собеседованию, потому что все-таки своя специфика есть, вы можете без проблем написать мне по e-mail, и мы с вами согласуем время, дату, когда мы вас подготовим. Успехов, друзья, и до скорых встреч!